Проблем сейчас очень много, вы это сами видите и в средствах массовой информации, поэтому реагировать надо на многие. Хотелось бы, чтобы мы компактно провели наше совещание, не отвлекаясь на вопросы, которые сегодня не актуальны и не имеют значения. Я, прежде всего, когда говорю о проблемах, говорю о неких телодвижениях на государственной границе на Западе с НАТО и Европейским Союзом, там предостаточно этих проблем, особенно фейки. Опять же, хочу, Игорь Петрович, предупредить, что администрация президента должна более эффективно реагировать на те события, которые происходят в Беларуси, чтобы наши люди понимали, что там происходит. А то, я смотрю, нас уже обвиняют, что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее тем бедным людям, беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе. Но это более чем странно выглядит, потому что я занимался этим вопросом все выходные и все вопросы решены, которые мною были поручены. Мы детишек кормим, мы и беременных женщин кормим, и дрова подвозим, все, что им необходимо. Более того, мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал, чтобы желающие попали в Евросоюз. Но тот, кто не желает, мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и Белавия, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые. Никто возвращаться не хочет. И понятно, им некуда возвращаться. У них нет там жилья. Они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Поэтому я хочу, чтобы и вы понимали, идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей. Пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет. Поэтому вопросов хватает. Это одна из напряженных точек в нашей стране. И спасибо сенаторам. Сенаторы молодцы. Работают там на месте. И гуманитарную помощь организовали. И палатки поставили. Медицинская помощь. Под 200 человек оказали медицинскую помощь. Люди замерзают просто там. Скручиваем так дополнительным в 47-6-6-7.